Всем доброго времени суток! Сегодня я вам покажу, как изготовить простейший дровяной примус. Для этого нам необходим чурбак. Лучше брать из сосны. Вот у меня маленький такой. Чурбак может быть как длиннее, так и толще. В зависимости от того, что вы хотите получить. Ну так вот, берем такой чурбачок. И топором его разрубаем на две. И вот так вот еще на две. Получаем такие вот четыре равные части. Затем опять берем топор. И каждую вот из этих четырех частей мы еще вырубаем посередке. Вот такие вот в середине щепочки отрубаем. Вот что у нас должно получиться. Ну и оставшиеся части точно так же. Ну вот, что в результате получилось. Здесь у меня щепки, которые внутри были. И, собственно, вот сама заготовка примуса. Но если ее не обмотать ничем, то она вся, конечно, развалится. Я вот взял веточку такую гибкую достаточно. И сейчас ею постараюсь завязать эту заготовку, чтобы она не развалилась. Конечно, когда под рукой нет ивы, то занятие это, скажем прямо, неблагодарное. Потому что орешник, он... Это все-таки не его, далеко от него. Даже хоть и молодой, если взять, вот как я нашел, все равно связать это все достаточно сложно. Ну, можно. Ну, вот примерно вот так как-то получилось. Вставить дровяной примус на голую землю я бы не советовал. Я его ставлю обычно вот на такие вот две палочки. Срезать их нет никаких проблем. Зато они обеспечивают доступ воздуха снизу, что очень важно для дровяного примуса, чтобы он разгорался. Ну, а затем внутрь примуса укладывается березовая кора, тоненькие веточки, щепки, которые мы оттуда выбрали. То есть, все то, что поможет нам его разжечь. Что ж, давайте подожжем наш дровяной примус. Что ж, давайте подожжем наш дровяной примус. Что ж, давайте подожжем наш дровяной примус. Ну, вот огонь разгорелся. Уже сам примус занялся. Если видно, стенки черные. И уже огонь непосредственно горит в самом полене. Сверху можно ставить чашку, в зависимости от размера примуса, котелок, сковородку, что необходимо. Для того, чтобы подогреть еду на примусе, нужно посложить сначала две палочки, а потом уже сверху ставить свою чашку, чтобы доступ воздуха не прекращался. Если поставить чашку просто на примус, то он потухнет. ANA, и inject Rose, ИМОН МОН ИМОН Субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь, вам было интересно. Увидимся на канале. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok